МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат подчеркнула, что 15% казахстанцев сейчас живут за чертой бедности. Вызывает озабоченность это отсутствие адекватных методик определения социальных параметров. Так, величина прожиточного минимума опять отстает от реалии. Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла порядка 20%. То есть заложенная для исчисления пенсии и пособий величина прожиточного минимума уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В двух селах Северной Осетии открыли новые детские сады. Дошкольные учреждения построили в рамках национального проекта «Демография». Каждая рассчитана на 120 мест. Родители больше не будут возить детей в соседние села. Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев осмотрел помещение детских садов. Оборудованы спальные и игровые места. В каждой группе душевые санузел, прачечная и медкабинет, просторные музыкальные и физкультурные залы. В 1990-е годы рождаемость в Северной Осетии упала. Не было необходимости в большом количестве детских садов. Где-то они закрылись, где-то сокращали число групп. В 2000-х на фоне демографического бума дошкольных учреждений перестало хватать. В очереди детей ставили с рождения. Порой она подходила только к школе. Благодаря строительству новых садов очередь удалось свести к нулю. Министерство образования Северной Осетии проводит анализ состояния дошкольных учреждений. На будущий год уже намечено масштабное обновление 30 детских садов. Всего за год в Северной Осетии открыли 11 новых детских садов. Острая нехватка была именно в детском саде, в большом детском садике. Население Чермен очень большое. Очень они нуждались. Родители не могли выезжать на работу. В связи с тем, что маленькие сады только были в Чермене. Нью-Йорк признали самым дорогим городом в мире. В списке, составленном представителями британского журнала «Экономист», город США впервые стал лидером рейтинга. Это связано с инфляцией и высоким курсом доллара. Помимо Нью-Йорка, в первой пятерке также находятся Сингапур, Тель-Авив, Гонконг и Лос-Анджелес. В конце рейтинга – Ташкент, Тунис, Тегеран, Триполи и Дамаск. В общем, в списке 172 крупных города. При этом эксперты отмечают сильный рост стоимости жизни во всех городах рейтинга на фоне событий в Украине и антиковидных ограничений в Китае. Цены за минувший год в среднем подскочили на 8% в местных валютах. В ООН готовят первое в истории глобальное соглашение по борьбе с пластиковыми отходами. В течение недели в Урагуае 2000 экспертов со всего мира обсуждали проект договора. Ожидается, что документ будет утвержден в ближайшие два года. По оценкам ООН, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, если люди не осознают масштабы вреда. В ходе первого раунда переговоров обозначились противоречия. Некоторые страны настаивают на глобальных требованиях, другие предлагают решить проблему на национальных уровнях. Есть и те, кто считают необходимым оба варианта. Мы должны избавиться от проблематичных и ненужных предметов из пластика и найти им замену. Гарантировать, что создаваемая продукция из пластика может быть повторно использована, переработана, либо ее можно отправить в компост. Гарантировать, что изделия из пластика проходят такой цикл на практике, а не в теории и на бумаге. Уметь обращаться с пластмассой, которую невозможно повторно использовать. И, конечно, говорить о возможных заменах в производственной цепочке. Редактор субтитров А.Семкин